Привет, друзья! Меня зовут Руслан Байбеков, я являюсь аналитиком компании «Сеопульт». Сегодня мы будем говорить о том, как подобрать и провести акцию на своем интернет-магазине. Но перед тем, как мы начнем, хотел бы сообщить вам, что спонсор этого видео «Сеопульт.ру» предоставил промокод, который действует в течение двух недель с момента выхода этого видео и позволяет всем новым пользователям получить абсолютно бесплатно аудит из заведения рекламной кампании в системе. Все, что вам нужно для этого – указать код seo-pult-tv, который вы видите на экране при регистрации, и вы сможете получить бесплатный аудит и бесплатную настройку вашей рекламной кампании. Итак, сейчас мы будем с вами разбирать тему, как подобрать акцию и провести ее в интернет-магазине. В условиях высокой конкуренции интернет-магазины принимают все возможные меры. Среди них – акции, которые способны привлечь новых и склонить к покупке уже имеющихся клиентов. Сегодня я расскажу о возможных видах акций, чтобы вы могли использовать их в вашем бизнесе. Какие же бывают акции? Первое – это скидка на товар. Самый распространенный и привычный для нас вариант. Можно снизить цену на один товар или целую категорию. Но, помните, важно определить, нуждаетесь ли вы в таких скидках. Кстати, об этом вы можете узнать из моего предыдущего мастер-класса. Ссылку вы сейчас видите на своем экране. Праздничное предложение. Если вы продаете товары, которые активнее всего покупают перед праздниками, и знаете свой звездный час, то должны пользоваться этим способом. Вообще, учитывайте сезонность товаров и вовремя расставляйте акценты. Следующий момент – это дата и время. Ваша акция может сопровождаться ограничениями в несколько недель, дней или часов, вне зависимости от праздников или сезона. Следующий момент – это приведи друга. Довольно тоже частая акция. К этому типу акций относится все, что связано с привлечением тех, кто еще не знает о вашем бизнесе. Мы сейчас рассмотрели с вами типы возможных акций. Переходим дальше. Первый этап – подготовка. На первом этапе подготовки к проведению акции важно убедиться, что она найдет нужный отклик и даст ожидаемые результаты. Что важно учесть? В первую очередь необходимо оправдать ожидания целевой аудитории, для которых и будет проводиться ваша акция. Вы можете поставить 90% скидку на ночные рубашки 56 размера в магазине эротического белья. Но зачем? Отличайтесь от ваших конкурентов. Для этого следует изучить их, определить, что уже сделано. Акция – это отличный способ выделиться среди ваших конкурентов. Построить акцию так, что пользователь должен вернуться в ваш интернет-магазин, чтобы увеличить свой бонус или скидку. Необходимо дать исчерпывающую информацию о том, что вы предлагаете, и сделать это без обмана. Часто даже интернет-магазины прибегают к договорам с примечанием мелким шрифтом где-нибудь на последней странице. Сообщайте об условиях акции все, что нужно знать клиенту на сайте, в рассылке или сообществе соцсети. Не обманывайте ваших клиентов. И снова поговорим о целевой аудитории. Обратите внимание на ее особенности во время составления условий вашей акции. Допустим, ваш сегмент женщины 35-40 лет. Вы продаете формы для выпечки. Будет глупо просить их рассказать о вас на странице, например, ВКонтакте или Фейсбуке. Домохозяйки вряд ли сидят в этих социальных сетях. Примерно то же самое будет с подростками и одноклассниками. Это необходимо учитывать. Также будьте готовы фиксировать и подвергать анализу результаты проведения акции. В будущем это вам сыграет на руку и поможет верно выбирать направление следующих акций. Далее я бы хотел рассмотреть примеры акций. Есть проекты, которые целиком построены на временных рамках, на покупку того или иного товара или бренда, например. К примеру, я нашел данную акцию, которую вы видите сейчас на экране, у магазина всем, наверное, известного Wildberries. Акция может быть и не одна, особенно если интернет-магазин достаточно большой и ассоциимент тоже. Очень хороший пример вы можете увидеть на сайте MVideo. Сейчас вы видите его на экране. Но кто сказал, что сани актуальны только зимой? Можно продлить период продаж. Конечно, глупо предлагать их, как в поговорке, летом, но в октябре, вооружившись, например, прогнозом погоды, почему бы и нет? Кстати, интересный пример нашел на сайте Комус. Как я уже говорил, важно, чтобы клиент вернулся. Для этого можно разработать целую систему, даже для тех услуг, где это не характерно. Программа лояльности по сути своей – это вечная акция. Важно не только давать бонус, но и держать сервис на уровне. Например, вы можете сейчас ознакомиться с программой лояльности с сайта topgunbarbershop.ru. В последнее время набирают популярность интернет-магазины, предлагающие кэшбэк, которые, грубо говоря, платят за покупки. Вернее, указывают, сколько вернется покупателю скупленного товара. Но это уже не скидка, а что-то более интересное. Такую стратегию принял, например, Тинькофф Банк. Интернет-магазин «Яркий фотомаркет» запустил стимулирующее мероприятие по технике Canon и предлагает вслед за покупкой фотоаппарата выбрать обучающий курс. Вы также можете объединиться с теми, кому интересна ваша аудитория, и наоборот. Награждением в акции может быть не только бонус, скидка или деньги, но и знание. В свое время хорошо показалось себя с точки зрения результативности и увеличения продаж. Тип акции «Принеси старое, получи новое, но со скидкой». Как правило, применяется для бытовой техники, электроники или автомобилей. Ну, например, можно ознакомиться с такой акцией на сайте магазина DeLonge. Также активно проводятся акции для создания ажиотажа. Условия могут доводиться до абсурда, лишь бы получить большую огласку и число заинтересованных. Например, в 1910 году, это уже больше века прошло, но мы до сих пор об этом знаем, преступник, приговоренный к казни, прямо с эшафота прикричал «Покупайте какао Ван Гутена». Естественно, на следующий день все газеты пестрели этой фамилией, какао исчезало с полок моментально. К сожалению, как Ван Гутену удалось уговорить преступника сделать ему такую необычную рекламу, история умалчивает. Но необходимо это учитывать и делать выводы. Таких примеров довольно много. Выводы. Действовать можно даже самым неожиданным образом. Главное, чтобы ваша акция коррелировалась с товаром или услугой, а не шла в разрез. Конечно, важно не уйти в минус, но стоит задуматься, ради чего вы запускаете очередную акцию и попробовать просчитать возможные итоги. Спасибо. С вами был я, Руслан Байвеков. Мои видео вы можете посмотреть на сайте seapult.tv или на нашем канале в YouTube. Всего вам самого хорошего. До свидания.